Эти открытки не только из разных городов России, но и уголков планеты, из стран Европы, Америки и далекой Австралии. Отправители рассказывают о себе, делятся строками из любимых песен и даже указывают температуру за окном. Все это на настоящих бумажных открытках. Это у нас из Северной Македонии, где занимаются только 80 человек посткроссингом. И я очень ценю эту открытку. Девушка, которая прислала эту фотографию, точнее эту открытку, сделала фото своего дома и своего кота. Найти человека для обмена открытками можно на официальном сайте посткроссинга. Система определяет адресата случайно и выдает его анкету. Другом по переписке может стать житель абсолютно любой страны. К слову, на этом же сайте можно заметить, что больше всего посткроссеров в России, затем в Германии, на третьем месте Тайвань. А вот в Гренландии всего 4 человека, которые готовы обменяться открытками. Ты никогда не была в этих местах, но ты проникаешься и понимаешь, насколько этот мир все-таки огромный, насколько мы маленькие. И благодаря посткроссингу, наверное, немножко лучше начинаешь понимать людей. И людей, которые не хотят тебе зла. Любой человек ни один мне не написал, ни из Германии, ни из Штатов. Ни один из них не написал ни одного злого слова. Однако думать, что обмен открытками – это только молодежное хобби – большая ошибка. Как говорят сами посткроссеры, очень много среди отправителей людей за 50. Это уже пожилой человек. Она рассказывает, что она делала сама пирог яблочный и рассказывает его рецепт. А сколько лет? 65 уже. Сегодня в Барнауле, рассказывают девушке, насчитывается не меньше сотни единомышленников старой традиции отправлять именно бумажные письма. Молодые люди намерены создать клуб, в котором будут вместе оформлять открытки, делиться редкими находками и продолжат искать друзей из разных стран мира. И если в канун Нового года кому-то захочется обзавестись добрым хобби или новым другом, посткроссинг – как раз вариант. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком.